Привет, ребята! Новый день, новый влог! В общем, не представляете, вчера я стала супер знаменитостью, супер звездой, вообще самым обсуждаемым блогером, мне кажется, за вчерашний день. У меня вышел влог, в котором я в объемной футболке, в объемных штанах, скрюченная, поправившись на 5-6 килограмм с тех каких-то не так... таких давних времен, скажем так, скрюченная в какой-то позе и, короче, всё. Просто всё. У меня там действительно выпирает живот. Я не вешу 48, 47, как было. Я вешу сейчас 55. И на мне это действительно очень видно. И мне норм. Меня это как-то сильно не смущает. У меня жопа хотя бы появилась. Я бы хотела быть более худой, чтобы у меня вот этих бочков не было, но уж как есть. Тут напишет, вот, Юль, тебе не нравится эта тема, но ты ведь сама постоянно к ней возвращаешься. Ребят, меня вчера забрали буквально все. Мне даже друзья написали, потому что во всех пабликах везде летали уже поздравления. Утро начинается не с кофе, как говорится. Кстати, у меня утро сегодня началось не с кофе. У меня, походу, либо зуб, я не знаю что, но у меня вот здесь под челюстью, прямо под подбородком, вот здесь какой-то шарик. Со вчерашнего дня дулся. Я не знаю, что это за хрень. Слава подумала, что, может быть, все мои инъекции туда перетекли, но сомневаюсь в этом. Никакого удара, ничего не было. Я сегодня утром сходила даже к терапевту, потому что я думаю, блин, да что за хрень. Не болит ничего. То есть сначала думаю, ну что, что в интернете почитала, что у кого-то там было такое, что слюнная какая-то железа воспалилась. И думаю, да что за хрень. Потом я тянула сегодня нижнюю губу, а у меня там есть зуб, у которого, короче, опустилась десна. И я смотрю, что он такой достаточно воспаленный красный. Я уж подумала, блин, мне от него ли это все пошло, потому что у меня как раз он более левее. И этот шарик появился тоже здесь левее. Короче, я на панике. Ну как на панике? Не то, что на панике, но просто, типа, блин, да что за хрень. И все это еще, прикиньте, перед днем рождения. Кто-то мне как-то писал, типа, верю ли я в то, что... Ну, давайте так. Кто-то во что-то верит, кто-то не верит, да? Каждый при своем мнении. В общем, что есть у нас там ангел-хранитель, понятное дело. И за месяц, неделю, две, не знаю, на 100% как, типа ангел что-то вас в духе покидает до дня вашего рождения, да, за какой-то промежуток. И потом в день рождения опять возвращается. Потому что очень часто такое бывает, что... Ну, опять же-таки, в это можно верить, можно не верить. Короче, очень часто такое бывает, что перед днем рождения происходит всякая херня. У меня, ну, бывало такое, что прям всякая херня. В один из декабрей, я уж не помню, сколько лет назад, у меня даже влог об этом был. Я ехала, уже подлежала к дому. Это как раз была тоже вот зима. Все, вот у меня скоро день рождения. Ёлку забирала или игрушки с дачи, что-то такое. У меня влог даже был об этом. И буквально я смотрела на свой дом, стояла на шоссе, и в меня въехала машина. Причем не одна, а две. И я въехала в еще одну. Ну, там чуть-чуть, правда, там машина даже не пострадала. Ну, короче, вот такая ситуация. Потом, что еще было, не помню, но это такое самое яркое, наверное, воспоминание. Но то, что очень легко заболеть, не знаю, что все из рук валится, нервничаешь, болячки какие-то, еще какие-то херня, не знаю. Вот у меня какой-то шарик вскочил, прыщи пошли. Я уже не знаю. Надеюсь, что на этом как будто становится закончиться. Я на понедельник записалась на УЗИ мягких тканей. Я сегодня сходила к терапевту, она не поняла, что это, потому что это не лимфоузлы. Это вроде не слюны, это вот эта вот железа, потому что тогда бы у меня что-то болело. У меня ничего не болит? Я иногда думаю, как люди начинают свой бизнес. Ведь это столько всего нужно знать, где брать эту информацию, чтобы она точно была проверена и чтобы потом не обернулось все потери денег. Особенно на первых этапах люди делают много ошибок, знаю по своим друзьям. Вот если бы я решила начать свой бизнес, я бы по-любому пошла на бесплатный онлайн интенсив «Концентрат» по созданию и развитию бизнеса от Аяза Шабуддинова. Это масштабное мероприятие, где 20 спикеров-предпринимателей расскажут о своем опыте ведения бизнеса. Поделятся ошибками и расскажут, как их не допустить. А кроме знаний вас ждет мощный подъем. На «Концентрате» будут прокачивать мотивацию и дадут советы по психологии и саморазвитию. Интенсив пройдет в пятницу в 19.00. Я тоже подключусь послушать, тем более в этот раз бесплатно. Переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь. И получайте приятные бонусы за регистрацию. В числе них чек-лист по выбору ниши в бизнесе. Я вас верю. В общем, я сегодня помылась, накрасилась. Потому что сегодня у нас со Славой есть делишки. Вы не поверите, где сегодня был Слава. Он был сегодня у зубного. И он, наконец-то, с зубом. И сегодня в этом влоге он тоже вам расскажет, покажет. И не только это. Есть еще новости, которые он вам сегодня сможет показать, рассказать. Ну, короче, самое главное, что он теперь с зубом. Я уже, если честно, даже не помню, каково это, когда у тебя муж с зубом. Потому что он, реально, очень долго ходил без зуба. И все потому, что у него очень долго все заживало. Плюс это такой небыстрый процесс. Вот этот имплант сделать, этот болт там вкрутить надо. Ну, пока все это заживет. Каждый процесс занимает много времени, там, месяцев. Потому что все должно, ну, быть правильно сделано. Что все хорошо зажило и не было потом никаких осложнений. Вот. И, конечно, такие вот моменты. Все, что связано с зубами, это очень такой прям щепетильный момент. И, ну, вы знаете, что мы просто всей своей семьей ходим только в смайл-студию. И только им доверяем зубы. Я очень рада, что когда-то моя мечта поставить винир и иметь хорошую улыбку привела меня в смайл-студию. В место, которому мы всей семьей доверяем. Еще я познакомилась с Луизой. Мы так сдружились. Вот только сегодня я там кучу голосовых записала, рассказывала, там, как у меня дела. Спрашивала, как она. И, ну, я правда очень рада. Это в очередной раз доказывает, что вот все, что в жизни происходит, оно, ну, все равно к чему-то нас ведет всегда. И, не знаю, вот я просто даже думаю, что вот не дай бог, что там случится с теми же зубами. Вот то, что у меня десна воспалилась. Куда бежать? К какому-то непонятному врачу. Это вот как я прихожу к какому-нибудь там терапевту. И думаю, блин, ну, что они мне сейчас скажут? И как всегда, ой, мы ничего не знаем. Идите на УЗИ. Я понимаю. Вот даже не так давно я вам рассказывала, что у меня была какая-то херня с руками. Все прошло, кстати. И я приходила к неврологу. И невролог такой так. Ну, иди к другому врачу, короче. И вот это вот отфутболивание. Вот все, что связано с врачами. Я сегодня просто расптиховалась. Я маме записывала голосовой, что я вообще не понимаю, какой в этом смысл, если я к ним прихожу. Они не понимают, что со мной отправляют меня куда-то дальше. Я туда прихожу. Тебя тоже ничего не понимают. Короче, я уже не знаю. Но в любом случае на УЗИ-то я записалась. Мне надо сходить. И, ну, просто, блин, следить за здоровьем важно. Хотя иногда очень впадло. И всегда, знаете, я тоже так думаю. Так, ну, не болит же, да? Ну, как бы не беспокоит же. Ну, и ладно. Потом врач у меня тоже спросил сегодня, кстати, терапевт. Все ли у меня хорошо с зубами? Я такая, да. У меня вообще винир, типа, стоит. Ну, как бы каждые три месяца. Ну, побольше. Окей, четыре-пять месяцев. Я делаю чистку обязательно. Хотя надо три, если что. Вот, я говорю, то есть все, 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 я слежу. Но, блин, я пришла домой и думаю, а реально, что у меня вообще там с зубами? То есть в целом-то все нормально. Я же вот так вот губу не оттягиваю. Я, короче, оттянула. А у меня вот этот зуб один. Ну, я показывать не буду. Это реально не для слабонервных. У меня, короче, на одном зубе десна прям опущена. Низко. И, ну, видно прям не корень зуба, а просто то, что он такой длинный, стрёмный, как на пачках сигарет. Вот такой, поняли? Но он только один у меня такой. Слава богу, па-па-пу. Короче, эта херня у меня началась, когда у меня еще брекеты стояли. Не потому, что я там, знаете, заядлый курильщик какой-то. Хотя, конечно, курение тоже вредит здоровье. Но не поэтому, короче. У меня это началось именно из-за неправильного прикуса, из-за того, что у меня все ходило худуном. И вот когда у меня стояли брекеты, мне удалили четыре зуба мудрости. И вот у меня пошла вот эта проблема. Я ее пыталась как-то лечить раньше. У меня брали кровь, вкалывали плазму мне туда еще, в клинике, в другую, куда я ходила, где мне брекеты ставили. Вот. Но ничего. Ничем это не помогло. И в Smile Studio мне как бы предлагают уже, не знаю сколько, намекают. Прям, можно сказать, серьезно заставляют. Уже скоро будут. Чтобы мне, короче, отрезали кусок десны или щеки, ну, ткань, и пришили к этому самому. Потому что говорят, что это опасно, можно потерять зуб. Я такая, да. И в итоге хожу и хожу. Но просто фигня в том, что эта мини-операция, скажем так, во-первых, она тоже не делается. Вот просто пришел и сделал. Нужно мне сначала прийти на обычную чистку. Потом мне нужно через неделю прийти на глубокую чистку. Потом мне через месяц нужно прийти еще раз на глубокую чистку. Или потом еще раз. И только потом уже делать саму процедуру. И все это растягивается, понятное дело, ну, как минимум, там, на 4 месяца. И, ну, у меня постоянно... Короче, я уже пробовала, я уже начинала вот эти попытки. Я приходила на обычную чистку. Потом приходила на вот эту глубокую чистку, ну, под деснами. Это не больно. Если что, просто так звучит. Абсолютно не больная процедура. Неболезненная. Вот, потом мне надо было еще раз прийти. И я не помню, что у меня тогда произошло. Но что-то у меня произошло, что я не смогла прийти. А там нужно обязательно соблюдать вот этот временной промежуток. Потому что... Ну, потому что так надо. Вот. Ну, короче, не знаю. В общем, надо этим заняться. Ну, понятное дело, не сейчас. У меня вообще этот декабрь просто сумасшедший. Вот единственное, что мне реально не хватало в этом декабре, это еще ходить по врачам, узнать, что у меня там за шишка выскочила. Ну, реально пугающая херня непонятная. У меня день рождения через 11 дней. А-а-а-а! 25! У меня до сих пор нет никакой фотографии к дню рождения. Это тоже надо успеть сделать. Потому что я на каждый свой день рождения делаю какую-то фотосессию, там, еще что-то. И это такой хороший вариант, потому что я никак не собираюсь отмечать день рождения. Но в запрещенку выставлю фотку, типа... И под этой фоткой меня все будут поздравлять. И потом через года я смогу это фото тоже как-то, не знаю, интегрировать. Типа, вот смотрите, как я менялась. Какие у меня были фотосессии в разные года. Ну, прикольно. Вот. Но я не знаю, что сделать, что придумать. У меня есть одна идея. Но она такая прям... Прям мимишная, очень минималистичная. Но зато точно не надо взрывать свой мозг. И она с шариками, не знаю. В том году у меня был торт с цифрами. В принципе, неплохо. Но я нашла одну идейку такую в Пиндересте. Не знаю, насколько прикольно. Но думаю, может быть, ее повторить. Но все равно один в один не получится уж, конечно. Как вы могли заметить, у нас появилась гирлянда здесь. Та, которую выбирал Слава. Она такая достаточно прикольная, не бесячая. Хоть она и не минималистичная, она светится белым и розовым. Но в целом это выглядит прикольно. И потом еще сегодня я вам покажу, как я украсила нашу спальню. Мне очень нравится то, что получилось. Прям обалденно. Другая желтая гирлянда, теплый свет, который мы брали. Очень прям классно получилось. И я довольна. Я хочу сделать суп с фрикадельками. Ни разу не делала. Хочу. И, блин, я после того, как у нас появилась мясорубка, я рассказывала, однажды я делала котлеты с говяжьим фаршем и свиным. А, нет, по-моему, я только говяжий тогда был, потому что свиного не было. И, блин, насколько же это сильно отличается по вкусу. Покупной фарш вообще нет гарантии, что он свежий. Что там за мясо вообще такое. То есть это просто у меня сразу no, no. Хотя это совсем не похоже на меня. В том плане, что я с удовольствием съем чизбургер в вкусные точки. Вместо того, чтобы приготовить какой-нибудь домашний, например, свой. Ну, просто это геморр, не все равно соус, не тот еще какая-нибудь тема. Но вот что касается котлеты, пельмени. Я уже такая, знаете, разбалованная хорошими свежими продуктами, что я реально не приемлю уже готовый фарш. Я не могу. Я ни в коем случае не готова покупать готовый фарш, из которого лепить котлеты. Для меня это просто... Ну вот из-за того, что один раз я сделала котлеты, я их жарила, пыталась пожарить. Они мне воняли просто какой-то тухлятины, какими-то носками. Хотя это был свежий фарш, который купила только сегодня. Сделай из них котлетки. Ну, короче, это ужас. И после того раза я поняла, что я не могу реально. Я себя люблю. Я все-таки не настолько пофигист вообще, что я потребляю. Конечно, бывает. Я жру всякого говнеца и так далее. Но все-таки я поняла, что нет, есть продукты, которым у меня жесткие требования. И вот все, что касается мяса, тоже куриное, там, говяжье, свиное. Мне хочется, чтобы это все было свежее. И тут должна начаться реклама. Я заказываю это мясо. На самом деле, самый лучший вариант, как мне кажется, это где-то на рынке. Вот. Ну, конечно, курочку... Ну, короче, как сказать? Вот если просто купить курочку, там, грудки, например, чтобы дома пожарить, вот сегодня что-то сделать, то пофиг, я в доставке заказываю. А если прям нормально закупиться, там, сколько-то килограмм курицы, там, грудок, например, да, и крутить фарш из него, чтобы потом делать котлеты, то я поеду на рынок и только там это все буду покупать, выбирать. То же самое касается хорошего мяса, вырезки говяжьей. То есть для меня это обязательно увидеть его вживую, посмотреть, какого-то оттенка. Ну, то есть я такая, знаете, я прям чувствую взросление в этих мелочах, в этих моментах. Я чувствую, что я становлюсь, как моя мама, более внимательной в таких моментах, потому что раньше я могла прийти в магазин и такая, а, да, задерните, немножко тухой, но ничего, не совсем же тухой, да? Вот, а сейчас я более внимательна. Нет, мне вот это не кладите, мне другой кусочек, что-то, ну, какой-то не такой. Очень часто, даже на даче я вспоминаю, мы жили, и там шашлык же часто жарили, свинины, и мы приехали как-то на рынок, и что-то не было там шейки свиной. Мы обычно шейку берём. Не было там шейки, и женщина прям так настырно мне предлагала взять, ну, не шейку, а какой-то другой кусок, который меня совсем не привлекал. Она говорит, это то же самое, это то же самое, ну-ка, бери давай. Я думаю, господи, ну ты что с ума сошла? Ну-ка, отстань от меня. Я говорю, нет, спасибо, нет, спасибо, нет, извините, спасибо. Я думаю, блин, что за настырность? Мне так иногда, типа, неприятно и тяжело вот это вот всё отказывать, там, ну, как-то, знаете, мимо пройти, в духе, там, не знаю, в торговом центре идёшь, и тебе обязательно кто-то в нос сует какой-нибудь пробник, понюхать, там, ароматы. Ну, не хочу я это, ну, реально. Я ещё там могу понять, когда на улице кто-то раздаёт листовки, и этого человека работают, он за это получит денежку, и даже если тебе нахер эта листовка вообще не сдалась, всё равно ты её как бы можешь взять, там, потом пройти куда-то, не знаю, либо в карман засунуть дома, выкинуть, например. Ну, если она тебе не нужна, а чём макулатуру собирать? Ну, вот эти вот пробники с ароматами, например, которые в торговых центрах суют тебе в нос, ты просто вот идёшь попробовать, попробовать. Я такое терпеть не могу, реально, и терпеть не могу в том плане, что я не люблю, знаете, пройти молча. Или если я начинаю, такое, нет, спасибо, типа, у нас всё есть, у нас всё ею, ну, знаете, это я тоже не люблю, потому что сразу начинается, нет, такого у вас нет, ну-ка подойдите сюда. Ну, то есть, такие, знаете, люди, прям, их ничем не остановишь вообще. Так заманивают иногда, капец. Идёшь мимо какого-то, вот тоже в торговом центре есть не сам магазин большой, а такие, типа, прилавочки. Вот идёшь-идёшь, и у меня было такое вот буквально недавно. Я что-то мимо иду, и девушка, ну, вот, которая за прилавком стоит, что-то я не помню, что у неё было, какие-то финтифлюшки, чехольчики, ну, какая-то такая штука. Такая, типа, ой, девушка, извините, пожалуйста, я бы хотела вас кое-что узнать. Я думаю, ну, мало что хочет узнать, откуда куртка, я не знаю, ещё что-то, не видела ли я там что-то, кого-то, откуда я иду. Ну, грубо говоря, я не знаю уж, что она хочет спросить, но думаю, ну, что-то, наверное, ну, она подумала, что я ей могу помочь с каким-то вопросом. Ну, типа, чё, мне сложно остановиться на секунду, мало ли, какой у неё вопрос. Ну, реально, может, откуда ваша шапочка в духе? Вот, я такая, типа, да, ну, думаю, сейчас, ну, что-то подскажу человеку, он такая, а вы не хотите приобрести вот это? А вы пробовали вот такие дужки? А вы пробовали вот такое? А чехольчик, а мне нравится? Я думаю, блин, прям разочаровала ты меня в этот момент, потому что я прям даже надеялась на то, что человек просто искренне, ну, не втюкать мне что-то хочет, а просто поболтает. Ну, не поболтает, ладно, зачем со мной болтать? Или мне там с человеком, мы же не знакомы, и вообще, что, у меня времени, что ли, полно свободного? Ну, а просто, типа, ну, что-то спросить по-житейски, мало ли чё. А тут нет, вот это вот постоянно втюхивание, и это прям меня жутко раздражает. А с чего это вообще начало, с чего я это вообще начала рассказывать, я не помню. Суть заключается в том, что я хочу сделать суп с фрикадельками, который я ни разу не готовила. Я тут на днях сделала куриный суп. И, конечно, вы скажете, это вообще легче простого, там, ребёнок 10 лет на ней справится, и дай бог, что все были такие талантливые, но я ни разу не готовила суп куриный, я на него потратила часа 2-2, 2,5. И да, это действительно легко, но я, конечно, сомневаюсь, я думаю, что очень сложно испортить куриный суп. Наверное, можно, но реально сложно, поэтому у меня получилось просто обалденно. Прям даже по фоткам мне писали, я выставляла тарелку супа, какой наваристый бульон, какой там классный вообще, и так далее, и так далее. Я очень рада, ну, мы его, правда, 2 дня ели вообще с удовольствием, там, есть ещё чуть-чуть, не знаю, но готов ли я третий день есть суп, наверное, с ней ничего не будет. Единственное, что у меня была курица суповая, она более жёсткая, её нужно варить дольше. Обычно, там, час можно варить, а суповую курицу, там, часа 2. Я её варила где-то полтора, ну, может, час сорок, и она всё равно немножко жестковата, как будто бы. То есть, сначала показалось, что вроде не жёсткая, а на второй день уже показалось, что жестковата, даже несмотря на то, что разогрели, всё и так далее. Ну, короче, да, наверное, подольше надо будет в следующий раз делать. Сейчас у меня новая фантазия, я хочу суп с фрикадельками. Я думаю, что это тоже просто, вот, но единственное, что нужно купить мясо, самому прокрутить фарш, сделать вот эти маленькие кружочки. Но я тоже, кстати, очень люблю суп с фрикадельками, но очень редко его как-то ем. Ещё у меня мечта научиться делать рыбный суп, который, вот, как у меня мама делает, очень вкусный борщ, разумеется. То ещё, блины с мясом я ни разу не делала. Я знаю, как делать блины, и знаю, блин, как делать мясо, но не могу никак найти время, чтобы это совместить. И так вышло, что я просто маме говорю, типа, блин, так хочу блины с мясом. И она просто берёт на следующий день или в этот же день их готовит, такая, заедьте, возьмите блины. Что поделать? Я очень рада, что у меня такая мама. Поэтому сейчас я пойду и съем эти блины с мясом, а мы со Славой сейчас поедем по делишкам. Нам ехать всего 24 минуты, но надо будет выйти всё равно заранее, чтобы не опоздать. В 3 часа нам нужно быть там. Я участвую в кое-каком проекте. Это не проект телевизионный, это больше благотворительный такой проект, можно так сказать. И сегодня мы поедем покупать разные продукты, принадлежности, а завтра весь день мы потратим на то, чтобы развести эти продукты людям. Мне кажется, я первый раз в чём-то подобном участвую. Не то, чтобы я не люблю помогать людям, я люблю помогать людям на самом деле. Я считаю, что это здорово, когда ты можешь помочь. И вообще добро всегда возвращается, поэтому я за то, чтобы люди друг другу помогали. Но если говорить о том, чтобы участвовать прям вот как-то так, вот знаете, чтобы снять это на видео. Потому что я считаю, что добро, как говорится, ну, как бы добро хочешь сделать, сделай. Типа к тому, что вот прям афишировать то, что ты сделал добро, ну, это необязательная как бы часть. Вот. Но в рамках такой акции, скажем так, я это всё сниму на видео, так что думаю, вам тоже будет интересно. Я, если честно, немножко волнуюсь, потому что приехать к чужим людям, которых я не знаю, понятное дело, что я сделаю им приятное, своим вниманием. Хотя они, скорее всего, даже не знают, кто я, да, но просто тем, что я им что-то привезу. Сегодня будем тоже магазин смотреть, буду сегодня тоже снимать влог, но это уже будет в следующем видео, вот, которое я вот смещу как раз вот эти два дня. Сегодня мы будем продукты собирать и завтра поедем их развозить. Завтра будет такой достаточно ранний подъём, такой долгий тяжёлый день, но я уверена, что оно того стоит. Так что, в целом, если не обращать внимания на то, что у меня скачала какая-то шишка со вчера, с позавчера, но сегодня она стала больше. Если на это внимание не обращать, то всё вообще реально супер. Ну и также, если не обращать внимания на то, что у меня испортилась кожа, и как будто бы я всё-таки вижу, что чуть-чуть становится лучше, но я не уверена, что будет прям супер-пупер. Вот, а ещё сегодня брови накрасила как-то по-другому, не тенями, а у меня есть такой карандаш, как будто бы мягкий, очень мягкий, выдвигается он, не точится, а выдвигается. И мне прям нравится то, что получилось, такой цвет. Он прям закрасил даже мои волоски более тёмные, сделал их более серыми, светлыми. Вот, прикольно. Так что всё, пойдём мы кушать блинчики, пить чаёчек, собираться и поедем. Посмотрите, какое чудо, кстати. Вот моя машина стоит. Вот она. И у меня на машине сломались щётки. Стекла переднего плохо чистят. Вот, и поэтому Слава не поедет на дачу, потому что на моей машине далеко как-то ездить опасно. И завтра будем и сегодня кататься на его машине. Вот, видите, у нас чистят снег. Всё цивильно. Ну, снег, конечно, жесть. Вот я сегодня после того, как к врачу сходила, потом пошла в пекарню за сосиской в тесте и за кексиком. И это просто был трэш. Я шла, мне просто вьюга, пурга в морду. Я просто офигела. Но я правда радуюсь такой зиме. Посмотрите, там детишки радуются. Вот по поводу блинчиков всё равно, блин, все делают по-разному. Реально. Вот в каком-то ресторанчике, кафешке, магазине, не знаю, пекарне блинчики с мясом возьмёшь. Вообще другое. Просто 100% будет по-другому сделано. Ржу. Короче, девочка скидывает фотку, что она тоже вешала гирлянду. И другая девочка ей пишет, а ты случайно не замеременела, пока вешала гирлянду? Да. Так, ну что ж, ребят, мы уже едем на место. Встреча изменить нельзя. В общем, едем туда, не опаздываем. Блин, мы едем в торговый центр вроде бы, или он там рядом. Но точно едем туда, где рядом торговый центр. Ой, вы взяли эти все торговые центры? Но, кстати говоря, вообще лучше сейчас нигде не шляться, потому что... Хочу мне шапоголик, да? Такой реально шапоголик. Да мне на самом деле даже вот именно покупать особо не чинать. Мне просто надо пошлынуть, поглазюкать. Да, я тоже такая люблю. Да? А вот, кстати, Слава. Видите, он с вами поздоровался другой. Ртом тяжело ему здороваться, потому что... Что с тобой? Мне сегодня зубы пилили. Немножечко шалят зубы. Короче, вы, наверное, нифига не догадались, разумеется. Да и откуда вам узнать, мы об этом нигде ничего не рассказывали. В общем, слабее стали, это пилили, так что мы будем оба голливудской семейкой. Но у него будут не такие белые, как у меня. Ну и на нем они будут выглядеть тоже белыми, понятное дело. Просто, я думаю, видно, что он более темненький, смугленький, нежели я. У меня второй цвет, а у него будет третий. Да, у меня третий, потому что кожа чуть-чуть темнее. Ну, короче, это вообще удивительная история с моими зубами, потому что я лечу их уже, наверное, ну... Ну, почти год. Год, реально, ну, очень сложно идет лечение. И шло. И из-за того, что десна у меня очень плохо заживает, да. Казалось бы, год собаки родился, должно все как на собаке заживаться. Ну, вот оно так не работает. Ну, все же по-разному, да. Вот, а зуб мне уже новый. Ставили, мало того, его сделали специально уже под виниры, то есть он белее, чем славины зубы. Он у тебя, получается, какой по счету? Сверху какой-то четвертый. А, да? Ну, наверное, как раз он будет на линии улыбки. Ну, да, ты же улыбаешься, его видно, значит, ну, как бы в любом случае. В общем, в этом и был замысел, что делать сразу зуб белым, раз уж такая пляска, то еще бы не сделать Голливуд, казалось бы, да. Один зуб ставить и виниры. Конечно, это очень большая работа, но... Да, сегодня мне утром спилили верхнюю часть зубов. Ну, все нормально. Да, было пару раз не очень приятно, но... Ну, конечно, это же не массаж, блин. Знаешь, ради красоты стоит потерпеть. Поэтому, когда вы меня увидите в следующий раз с улыбкой, я вам улыбнусь. И вы такие, ах, ах! Выключите свет! Потище, потище, ярко слишком. Да, сейчас Слава будет неделю ходить с этими временными зубами, как я, помните, ходила, такие прям, как эта жвачка, как у Барби, у Кена, вот такие вот накладные. То есть они не разделяются совсем никак, потому что это просто тебе вот так вот нацепили, и они как бы зацементировались. Но они легко снимаются, я даже Славе рассказывала, как-то у меня какой-то кусочек над зубом торчал, вот именно вот этой смеси, которая застыла, как зубы стало. Ну, не настолько твердый, конечно, это как пластмасса такая получается. И я хотела ее оторвать, кусочек, чтобы он не мешался, и в итоге что-то я подвергнула, и просто вся челюсть снялась, прикиньте. Я офигела, но я быстро назад поставила, и нормально все было. На самом деле, реально, ну, неделю спокойно можно проходить с этими временными зубами. Так же ешь, просто, ну, нужно очень аккуратно есть, и, конечно, понятно, передними зубами не кусать. Тем более виниры же ставятся на передние, там, 10 зубов, как там, улыбка, да, то что... Поэтому, в принципе, спокойно можно задними, самыми задними жевать, и все будет вообще норм. Но нижние зубы не факт, что успеют в этом году сделать, поскольку уже практически конец года, и на самом деле, ну, это не такая большая проблема. Уже сделают в январе, потому что их все равно не так видно, а может, и успеют, кто знает. Я просто безумно рада, что у моего мужа наконец-то появился зуб, и что я буду зубы сделать? Я-то как сейчас. Я, ребят, вообще за последний год просто перестал улыбаться. Да, да. Ну, для меня это психологически было тяжело. То есть я вроде бы лечусь, вроде бы что-то делаю, но это все так долго, и все так, ну, так тяжело, что улыбка, улыбка, короче, пропала. Мне приходилось... Даже у нас фотосессия была, он не улыбался зубами, хотя мы ему с Настей говорим, да улыбнись, мы тебе зубы в фотошопе потом... Мне приходилось, короче, вот так улыбаться, последний... Можешь показать свои зубы пластмассовые? Да, вот такие верхние. Ну, да, они, типа, понятно, сейчас они не выглядят, типа, вау, покажи еще. Это не настоящие. Конечно, поставлены так, типа, ну, чтобы... Неделю прожить, да. Ну, чтобы просто ты проходил, конечно, чтобы закрыть свои зубы. Кажется, на самом деле. Смотрите, это не настоящие, а это настоящие внизу. Ну, внизу, на самом деле, я вот сейчас смотрю, не особо они, как бы, это, сильно желтые там отличаются. Когда тебе виниры поставят, поверь, будет другое. Ну, когда я улыбнусь, и все мои хейтеры, все мои завистники такие... Наверное, пойдут и что-то само сделают. Да, да. Как так, этому козлу так повезло, мы его ненавидим, почему он теперь такой красивый? Потому что, ребят, завидовать, это плохо. Да. Сплетничать, кстати, тоже очень плохо. Ой, зай, ты даже с этой пластмасской теперь можешь улыбаться. Ну, да. Правда, я сейчас не улыбаюсь, потому что они еще немножко... Ну, понятно. На самом деле, у Славы вообще зубы болят. Он просто героический мой муж, что согласился со мной поехать. Потому что, как я вам говорила, у меня эти штуки не работают. И... Ну, нет, они как бы работают, но приходится вот так вот сидеть, вот смотреть. А если вдруг сильный снегопад, то трэш. Творники уже свое отжили у нее. Я заказал... Кстати, это прям слабое место у моей машины, мне кажется. Творники. Они уже второй раз за 6-7 лет ломаются. Я заказал много. Ну, я сегодня мог бы за ними поехать, но вот как бы... Я отказала Славе в этом удовольствии. Я уже сказала, можно подождать. А дворники, да, ну, слушай, погода туда-сюда. Вот зимой особенно они замерзают. И потом как бы это... Одно неверное движение и лопается. Ну, это да, конечно. Просто я заметила, что у Lexus конкретно у моей машины, не знаю, как у остальных, это прям реально слабое место. А я вчера же это заказал... Я заказал на Озон щетки, Юля. И приехали, видимо, от какого-то не очень добросовестного продавца. Да. Я заказал, ну, оригинальные щетки. Они стоили, ну, нормально, там, ну, не 3 тысячи рублей, короче. Ну, сколько они стоили? Они стоили тысяч шесть с половиной, да. Ну, да, ну, как бы это нормальная цена. Это же щетка, просто, блин, силиконовая полоска, ну. Это нормальная цена за, ну, за оригинал. Ага. Да, не очень реклама. Просто приезжает курьер, и он мне говорит, вот ваши эти щетки. Я смотрю в какой-то... Я даже сфоткал у меня на телефон, ну, на телефон, типа... Какие должны быть? Они привезли... Они привезли... Нет, они привезли щетки, короче, ну, просто тупо, ну, китайские, дешевые, в коробке, которые уже юзали не едино. Да ладно, ну, столько все плохо. Там вся скотчем заклеенная, короче. Я смотрю и говорю, вы что, типа, это... Это дешманские щетки. А ты уже оплатил онлайн или надо было? Да, я ее уже все оплатил. Но мне уже вернули. Ааа. Ха-ха-ха-ха-ха. Тогда окей себе. Кстати, мы сейчас будем проезжать неподалеку от Смейл Студио. Вот так. Хорошая. Может, еще раз заедем сегодня? Ты там не насиделся? Кстати, Славе сказали, что в духе 3 часа надо будет сидеть в настачивании зубов, ну, обточке. Это не так. Он даже мне фотку присылал, как ему обточили. Я его заставила. Он не хотел, но мне было интересно посмотреть. Я просто не хотел смотреть на мои бедные обточенные зубы. Ты боялся, что там такие акульи палочки? Я боялся, что мои глаза и мой мозг это не разведят никогда. Да. Ну, ты когда увидел, ты понял, что типа... Да, я увидел, посмотрел, но типа не так прям, чтобы сильно. Просто суть в том, что надо убрать все острые углы, поэтому они выглядят такими закругленными, и понятное дело, что они кажутся чуть короче, потому что убираются вот эти вот углы, скажем так, основные, которые должны быть. И просто снимается верхний слой, потому что иначе зубы будут, ну, вот такие, да, как бы еще же надо наклеить что-то сверху. Но если вы решаетесь поставить виниры, то вообще пофиг, по сути, что тебе там обточат. Ну, нет, конечно, это неправильно, но как бы просто я видела, что я только не видела, что обтачивают просто вот до вот таких вот тонюсеньких штучек, поэтому мне было сложно и страшно решиться на виниры. Ну, когда я вот пришла в свою студию, узнала, что это все не так страшно, и видела процессы, как это все делается, ну, я успокоилась и думаю, типа, блин, ну, что мне жалеть, свои зубы, они все равно кривые, не там белоснежно-белые, тавтология. Ну, вы поняли. И когда я увидела, что это все не так страшно на самом деле выглядит, я думаю, да пофиг, пилим. Тем более, что, ну, по сути, если ты все-таки уже идешь на эту процедуру, ты назад уже не отмотаешь, потому что ты не сможешь в какой-то момент просто, ну, все, я сниму виниры, буду без них ходить. Ну, нет, все равно так уже нельзя. Нужна какая-то защита, потому что верхний слой снимается. Но я ни разу еще не пожалела о том, что у меня виниры, я думаю, все, просто все даже могут подтвердить то, что они меня сделали только лучше. Даже не то, что внешне, просто даже у меня лицо, форма лица там изменилась, челюсть, дикция. То есть, конечно, мне это в жизни это ставило большое удовольствие. Поздравляйте меня в комментариях. Ну, пока подожди, ну, пусть тебя поставят, ты улыбнешься, сверкнешь, все твои завистники сикнут в трусики злостью, и тогда будут поздравлять. Ну, конечно, наши добренькие, любименькие уже радуются, поздравляют. Ну, конечно, это всегда приятно, что-то такое, когда ты делаешь. Я даже не верится. Ну, у Славы, конечно, свои хорошие зубы были, поэтому тебе сложно было решиться, да, на такой. Да. Типа, просто у меня-то кривые были, желтые кривые, короткие, там, и так далее, не идеальной формы, а у Славы прям хороший. Но у тебя передний зуб был со сколом, и, конечно, это вблизи можно сильно увидеть. И у меня нижние зубы пошли на накривость. Да, то есть один на второй чуть-чуть заходит, как будто встают бочком. Да, да. Ну, наверное, из-за давления, короче, нижние стали. Но они ровно у меня были хорошие. У меня это... Ну, зубы эти мудрости, может, попёрли или просто начали давить, или фиг его знает, слушай. У меня же тоже, у меня вообще не хватало места для того, чтобы зубы развернулись, когда я брекеты носила, поэтому мне удалили все зубы мудрости. Кстати, меня этот вопрос никогда больше не коснётся. Я рада, что меня это никогда больше не коснётся. Я достаточно легко пережила, кстати, все четыре эти процедуры удаления зуба мудрости. У меня вообще не было места, чтобы зубы встали ровно, потому что они у меня все вот так вот криво стояли, как заборчики. Так что это здорово. Это просто новогоднее чудо, ребята. Новогоднее чудо. На дорогах просто коллапс. Ну, ещё не такой коллапс, окей, бывает хуже, но, блин, хорошо, хотя бы пурги какой-то нет. Это самое такое неприятное. Метель. Помнишь, мы с дачи твоей бабушки? Я ненавижу погоду, когда плюс три, а ночью минус три. Когда плюс три днём и всё заметает, всё такое теплое, прекрасное и красивое, а ночью, короче, минус три и всё замерзает нахрен. Вот это ужасная погода, я её ненавижу. Нет. Грязь вот эту ненавижу. Да, ну, грязь это да, конечно, вот в такую температуру. Ну, тогда минус надо, чтобы всё не... Ну, тогда она замерзает. Я жду, когда уже просто шлёпнет минус 20 и будет держаться. Ой, не надо. Ну, как у нас на севере, типа, абсолютно нормальная погода, она держится всю зиму и всё нормально, всё хорошо. Да, холодно. Да, мучительно холодно. Да, дышать не можешь из-за холода, из-за мороза. Ну, ты чё? А ты же мне, по-моему, рассказывал, что у вас такое было, что в школу можно было не идти. Да, у нас, типа, активированный день называется. Да. То есть, прям со школы звонили, говорили, сегодня можно не идти. Нет, никто не звонил. Мы каждое утро зимой, вот зима начинается с сентября месяца. Ну да, да, до севера. Да. И ты каждый день, каждое утро, в 8 утра, если ты в первую смену, ну и типа там после обеда во второй, включаешь телеканал домашний, либо Югра у нас был, и мы смотрим, если, ну, в зависимости от твоего класса, чем старше ты, ну, находишься. Тем меньше тебя жалеют. Да, тем меньше тебя жалеют. Ничего, иди в пургу, минус 50. Да, да, ничего, не замёрзнешь. А ещё такой прикол у меня, я первые 8 классов, 9, 8, 8, я проучился в школе, которая находилась прямо в соседнем подъезде, по сути. Ну, то есть, мне нужно было просто выйти из подъезда, перейти дорожку и моя школа. Угу. И вот в какой-то из активированных дней, что-то там уже минус 40, реально, ну, типа никто не идёт. А моей маме что-то в голову прикольнуло, и она говорит, ты что, охренел, говорит? У тебя тут школа за окном. Да, не заморозишься. Не заморозишься. Вышел быстренько и пошёл в школу. Я тебе, типа, не разрешаю. Я ей сказал, что да, мам, я пошёл, а сам в соседний подъезд к другу играть приставку. А так вообще дети в основном тоже не пришли в тот день. Нет, конечно, какой нормальный человек пойдёт? Как там? А смысл одному туда идти, если я там буду один сидеть? Прикинь, ты один сидишь, и учитель такой, ёбать, зачем ты пришёл? Один, я бы сама дома осталась. Да, ну, вот в этом и прикол, что я бы сидел там один, и мне бы пришлось учителю домашку рассказывать, отвечать на вопросы. Типа, дети, кто хочет ответить параграф, и всё. И тут Слава один сидит такой, ага. А мы уже подъезжаем, подъезжаем. Молодец. Торговый центр не наблюдается. Ну ладно, мы же приехали не в ТЦ-шку, но можно потом. Вот, и я же вам рассказывала, что мы едем по проекту, по делу такому деловому, и там ещё будут другие блогеры участвовать. Ребята, сейчас такое было, короче. В следующем блоге, или через блог, вы увидите, как мы творим добро. Но суть не в этом. Суть в том, что мы снимали в магазине, как мы покупаем продукты, которые потом пойдут на помощь. И Слава снимала меня со стороны, как я собираю продукты, которые долго хранятся. Ну, в общем, вы видите. Такая приятная, благотворительная история. И мы уже стоим на выходе, и к нам подходит женщина, и такая говорит, кто снимал? Кто меня снимал? Я прям, знаете, почувствовала себя Аленой погребняк в салонах. И она говорит, типа, на каком основании вы меня снимали? На каком основании вы меня снимали? Короче, трэш просто. Мы такие, типа, ой, не волнуйтесь. Типа, вы нам не нужны. В общем, вы в кадр не попали. А если не попали, то вы нам не нужны, мы вас вырезим. Короче, это просто трэш. Самое интересное, она же даже не узнает, попала она в кадр или нет. Да, ей просто не понравилось, что какие-то люди ходили с камерой, что-то снимали. А она, видимо, подумала, что она очень важная и нужная персона. Ну, не знаю, конечно. Окей, я могу её понять. Мы не знаем. Может, она суперзвезда? Это как, знаете, я иногда где-то хожу тоже. Я не хочу, чтобы меня кто-то снимал, потому что меня кто-то где-то может узнать. Но я её, честно, не узнала. Ну, короче, даже если узнали, не узнали, может, она вообще вор в законе, знаешь, прячется, а мы её снимаем. Конечно. Просто необычно, потому что я в первый раз вживую увидела, как кто-то агрессирует на то, что я, не дай бог, попала в кадр. Хотя, ну, окей, даже если реально она попала к нам в кадр или к другим блогерам, кто снимал, да зачем она нам нужна? Понятное дело, что, скорее всего, какие-то люди да попали. Но, может быть, они были далеко размазаны. В общем, при монтаже, конечно, я уберу. Мне не нужны там потом какие-то проблемы от каких-то, извините, таких агрессивных женщин. Ну, это было круто. У меня же адреналинчик. Понял. Прям хочу ещё. Прям, ну-ка, Зая, запиши меня в салон красоты на макияж. Пойду снимать, чтобы полицию вызывали на меня. Так что мы закончили с нашим делом и сейчас уже поедем в сторону нашего райончика. А завтра супер рано вставать. Поедем на склад. Представляете, на склад, где будут как-то, во-первых, выгружаться те продукты, которые сегодня люди будут в разных магазинах в сети покупать, да, складывать в корзину добра. Вот. А завтра всё это расфасуем, расформируем и поедем так очень необычно к людям в дома, просто к чужим, незнакомым людям. Я, честно, волнуюсь, как я уже сказала, но всё равно, мне кажется, какое волнение я не испытывала, что это, ну, чужие, незнакомые люди. В любом случае, когда ты делаешь что-то хорошее и увидеть улыбку какой-то бабушки, там, дедушки, то, что ты им просто, ну, не знаю, чаёк купил, сахарочек, ну, я не знаю, мы правда сахар не взяли сегодня, но мы взяли много чего другого, крупы, там, такие долго хранящиеся консервы взяли. И, мне кажется, увидеть улыбку какой-то бабушки просто от того, что ты, по сути, ну, ничего такого прям не сделал, я думаю, что это дорогого стоит, поэтому, с одной стороны, волнуюсь, блин, типа чужим людям зайти там в квартиру, ну, не прямо в квартиру, типа на кухне печеньки есть, ну, так зайти, порадовать, вот. Прикольно, здорово, что есть такие акции, на самом деле. Я ещё, правда, не была в завтрашнем дне, да, не знаю, какие эмоции я буду испытывать, но я думаю, что положительные. Но, в любом случае, это очень здорово, и можно только гордиться, что есть такие люди, которые, ну, занимаются продвижением такой благотворительности, помогают другим, да, это здорово и похвально. А тебе как та женщина? Круто, да? Скажу вам, круто. 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 Она меня просто эмоциями зарядила на весь день. Она была такая злая, я думала, что у неё сейчас пена изо рта пойдёт. И мы стояли, и просто эта женщина подошла и такая, типа, вы кто такие? На каком основании вы снимаете? Вот такая. Ну, может, я немножко переигрывала? Может, она не настолько жёсткая? Ну, я слышала так. Не, она жёстко сказала, но ты немножко переигрываешь. Она грубо говорила, да. Ты немножко переигрываешь. У неё было каменное лицо, но её голос, интонация выражали все её агрессивные эмоции. Не, ну, можно же было подойти, типа, спросить, ребят, а чего вы тут снимали? Мне кажется, я случайно в кадр попала, можно меня это замазать? Можно же его так по-человечески сказать? Знаешь, короче, я с тобой согласна, что можно по-человечески, и я вот тот человек, который всегда думает о том, что первое, что ты делаешь, это обращаешься к людям по-человечески, без агрессии. Но есть очень много людей, которых жизнь помотала, и они уже всех ненавидят, никому не доверяют, и считают, что все люди, например, все блогеры одинаковые там твари, которым ты скажешь, типа, ребят, не вставляйте меня, а блогер возьмёт и скажет, ну какой-то, я не знаю, знаешь что, бабка старая, типа, возьму и выставлю тебя вообще. Да где ты таких блогеров видела? Я не знаю, ну, может быть, она на таких натыкается, кто ж её знает, но у меня всегда ощущение, что если человек сразу начинает вот так вот с ноги, типа, да, заходить с агрессией, то он, наверное, просто и жизнью недоволен, и что-то там прям вообще плохо, ну, либо просто, не знаю, на встрече нет. Да нет, он просто хам, вот и всё, этот человек. Скорее всего так, потому что все люди разные. Вот интересно, она, когда так обращалась к нам, она какой ответ собиралась получить? Типа, ой, ой, извините, мы сейчас вам жопы поцелуем. Ваши жопы поцелуем, только не переживайте. Ну, когда ты, типа, человеку говоришь, иди нахуй, вот человек что должен тебе ответить? А, ну да, ладно, хорошо, извините. Вот так должен ответить человек? Ну, просто мне кажется, что на агрессию ты получишь только агрессию, вот и всё. Но, хороший совет, если кто-то на вас агрессирует, нужно ему просто улыбнуться, это самое главное оружие. Я такой, знаешь, ребёнок, который верит в чудеса. Не, я с этим согласен, но... Ну, мы же ей любезно ответили, она испарилась куда-то, она не стала продолжать там выяснять какие-то слова. Нет, ну как любезно, чувак напряжённый ей тоже так же ответил. Ну, он сказал, типа, на каком основании, ну, типа, вы кто? Вы кто? Ну, на каком основании, там, вообще, чего вы спрашиваете? Что тут ломишь, по сути? Какие претензии? Типа, вы работник магазина, сотрудник, вы покупатель, вы кто? Она говорит, покупатель. Он говорит, ну, типа, что, с чего вы решили? Вас кто-то снял конкретно, кто вас снял? Ну, типа, тут же ходили, снимали, ну, в духе вот так. Такой был разговор, что она даже не знаю, вообще, сняли её или нет. Прикольная тема для разговора появилась, и нужно было это обмусовить. А мы едем уже, как я и сказала, на район. Короче, мы решили не домой прям ехать, а за мясом на рынок. Я уже сказала, хочу суп с фрикадельками. Ну, я не знаю, сделаю я его сегодня, но завтра точно нет, поэтому либо сегодня, либо послезавтра. Ну, в любом случае, охота мандаринчика взять, там, что-то такого пожевать вкусненького, похрустеть. В общем, и ситуация уже не в первый раз, реально, постоянно мы едем, как автомобилисты, как водитель. Пешеход не то, что там не думает остановиться, посмотреть, там, не знаю, показать, что он хочет перейти дорогу. Ну, вот, знаете, просто человек идет, например, прямо, а потом резко берет и собирается, оказывается, переходить. А мы откуда знаем, понятно, что перед знаком нужно притормозить туда-сюда. Но, сами представьте, в такую погоду, когда слякоть, все в говнище. Даже если колеса хорошие, там, помененная резина, все, что надо, то есть все на высшем разряде, в любом случае, ну, как бы, погодные обстоятельства, вот этот снег и слякоть, ну, никто не застрахован от них. Я иногда реально поражаюсь людям, пешеходам, которые вообще не боятся, как будто, за свою жизнь. Я, когда дорогу перехожу, что со мной так же, конечно же, бывает, там, не знаю, в тот же Smile Studio, когда я приезжаю, я всегда напротив паркуюсь, потому что там больше мест парковочных, и мне приходится переходить дорогу. Ну, например, да и просто в других, любых ситуациях. Я, прежде чем перейти, я пять тысяч раз посмотрю, подумаю и пойду только в том случае, когда увижу, что машина остановилась перед пешеходом, а не так, как многие пешеходы делают, машина еще не остановилась, они все рассчитывают на то, что автомобилист все заранее увидел, с колесами ничего не случится из-за снега, например. Он точно не продрифтит, грубо говоря, даже если затормозит. Есть тормозной путь, но просто пешеходы об этом не думают, а потому что нет, как бы, ну, откуда у них знания. Просто сколько разных историй было, когда, ну, понятно, разное бывает, да, кто-то за рулем, непонятно кто, но просто берет, ну, не дай бог, но сбивает пешеходов, даже не думая притормозить. Даже если ты пешеход, даже если ты идешь на зеленый для человечка. Даже если ты прав, да. Даже если ты прав, никто не освобождается. Просто хотя бы дай, ну, понять, что ты переходишь, потому что, ну, типа я еду, ну, понятно, мне надо затормозить, но он даже не дает понять, что он будет переходить, он просто идет прямо. И в какой-то момент я даже, ну, я смотрю, видит он меня или нет, потому что, ну, он может прямо идет, а я тупо сейчас остановлюсь. Я чуть-чуть притормаживаю, и вот он соизволил повернуть, ну, на своем пешеходном переходе пройти, он даже не смотрел на меня, ну, что за чушь. Такого очень много. Я сама, если честно, поражаюсь. Я вообще больше всего, я уже не один раз, кстати, в видео рассказывала, больше всего я на дорогах боюсь людей, которые ходят просто по обочине, которые идут иногда по дороге. А сколько, блин, ну, пьяных тоже людей. Не один раз даже, особенно в область куда-то едешь, блин, на даче по шоссе прямо идет какой-нибудь пьяный человек, а там скорость, извините, и страшно. И иногда просто стоишь и даже не знаешь, что ему в голову взбредет. И я вот просто даже по себе сужу, что я дорогу реально как перехожу. Я стою и прямо вот так вот лицом своим смотрю на машину, чтобы они поняли, что я собираюсь переходить. И пока они не остановятся прямо реально, чтобы я вот как не знаю кто, не убедилась в том, что они встали, я не пойду. То есть я подожду, я опоздаю, неважно. Но я за свою жизнь переживаю. И я не хочу доверять какому-то незнакомому человеку в автомобиле, который может, не знаю, в этот момент сидит в телефоне и даже не увидит, что там пешеходный пешеход человек идет, просто нахер собьет и все. Много важнее еще раз самой прочекать, короче, нежели вот типа довериться правилам дорожного движения, что пешеход всегда прав. А жизнь тебе твоя, интересно, нужна или нет? Вот мне тоже так же, ну, непонятно. Я всегда проверяю трижды, что пока перейду дорогу, я смотрю, не уснул ли кто. А еще сейчас, вот сейчас время, вот кубское время, 15.56. Я ненавижу это время, потому что начинает смеркать. И каким бы ты там красивым, на чем бы ты там не ехал, какие бы у тебя там глаза хорошие не были, но просто иногда в сером городе ты просто, ну, можешь, у тебя может все немножко, это, ну, потеряться. Ну да, где-то знак не видно, еще какая-то шляпа. Ой, что это я так сижу вообще обновляла? Охренеть! Я просто куртку снимала и забыла накинуть на символ. И мало того, я тебе скажу, что я когда просто гуляю, хожу по городу, я всегда, ну, принимаю в учет, что тут есть автомобилисты. Да. Вот много людей тупо просто... Нужно быть внимательным. Просто тупо х**и забивают на то, что они не одни на дорогах. Понимаешь? Ну вот даже сколько историй вот этих ужасных, которые в паблике иногда куда-то выставляют, где человек просто стоял на остановке и просто какая-то машина берет и влетает на остановку. Не важно, что там у него произошло. Пьяный заснул там, от тормоза отказали, руль повернулся. Вообще пофиг. Ну, типа, только вы за свою жизнь отвечаете, только вы можете помочь себе не попасть в какую-то такую ситуацию. Я просто постоянно реально поражаюсь людям, насколько у них вот этот инстинкт самосохранения вообще просто отсутствует. И вот если, не дай бог, человека собьют, да, типа тот, кто сбил... Его посадят. Конечно, его посадят. Но чем тебе это поможет? Но твое здоровье никто тебе не вернет, тем более твою жизнь. Ну да. Поэтому у нас эти уроки правил взаимоотношений на совместных дорогах, да, для пешехода и для водителя. Просто, конечно, вот у меня иногда, знаете... Не, я не поеду сюда. Почему 7 минут говорит? Короче говоря, я просто иногда, знаете, думала то, что ну неужели я, наверное, просто зажравшийся автомобилист и все пешеходы мне неугодные, все медленные, все невнимательные, еще что-то, но я сама тоже пешеход, я же не всегда на машине, я куда-то приезжаю, у меня же где-то тоже надо дорогу перейти, в любом случае, там гуляем мы где-то, неважно. И я понимаю, что, ну реально, я не пойду, пока машина не остановится. И столько историй вообще очень страшных. Да блин, да что уж говорить, даже элементарно во дворе у себя нужно быть очень внимательным. Круто. Нихера не видно вообще ни разу, ни одной. Ой, что-то у них там какое-то туса-джуса намечается. А еще такие злые пешеходы бывают, типа пиздец, вот они потому что не понимают, что есть очень большая, особенно в Москве, трудность с парковкой. И иногда приходится машину ставить там, где можно поставить просто физически, где разрешено или запрещено, а там, где просто тупо ты смог ее поставить. И иногда это тупо пересекается, конечно же, с движением пешехода там, ну в любом случае. От этого никто не защищен. Хотя у нас в Москве очень много и парковочных мест новых создали. Да их никогда не хватает все равно. Но их никогда не будет много. При этом машины тоже появляются новые. И машин всегда больше. Вот. И они, пи***сы, царапают машины, пробивают колеса. Ну, пи***с, одним словом, с другого. Пи***с, пи***с, да. У меня лично другого слова нет. Потому что есть люди, которые понимают, что, ну блин, тут негде припарковаться, а машину оставить нужно. Не оставить же ее на проезжей части, где-то там. Ну, мы со Славой тоже, это не говорит о том, что мы всегда паркуемся там, как самые лучшие или наоборот всегда криво паркуемся. Просто мы сами неоднократно были свидетели того, как люди во дворе криво паркуются. Ну, скажи, мы иногда сами идем, как те же самые пешеходы, и хочется подойти колесо проткнуть, реально. Иногда он занимает два-три места. Два места. А там хер встанешь, особенно зимой во дворе. И это очень критично, реально, потому что каждое место на вес золота. А этот пи***с раскорячится вот так, как батя вон тут. Ну, короче, всегда есть две стороны медали. И всех можно понять. Не знаю, какая-нибудь женщина с коляской, знаешь, выходит, а ты взял и перегородил ей именно съезд с бордюра. Ну, например. То есть всегда можно докопаться, но просто самое главное всегда быть, ну, понимающими, добрыми, кто знает, почему человек там припарковался. Может, не знаю, я всегда сразу... Может, ребенку было плохо, надо было скорее его домой занести, не знаю. Может, самому было плохо. Ну, не было тем времени искать, что ты... Ну, кто посрался. Может, что посрался ты, ну, в конце концов, реально. Просто когда это на постоянной основе, особенно соседи же знают, где чья машина, особенно так бывает. Хотя я вообще не в курсе, где у нас там, у кого какие машины. Ну, я не слежу за этим. Кто там из соседей на каких машинах. То есть не знаю, в лицо или нет там такого, что вот эта машина всегда встает вот так вот, криво, косо. То есть такого у меня нет, чтобы я запоминала, но я думаю, что если бывают люди, которые постоянно криво встают, то их как-то, ну, в чатик отправляют и все, и начинается. Давно соседа нашего не слышно было, да? Нет. Ты его слышал недавно? Утром? Слышал. Он по утрам орет в 10 где-то, да? Или раньше еще? Ну, или попозже мы уже, в принципе, с тобой рано начали засыпать, и мы его не слышим. Угу. Ну, да. Он реально орет что-то после 4-5. Угу. Не, я имел 10, ну, дня типа утра. А, ну, я один раз услышала по утрам. Я просто знаю, что он обычно после 2 ночи орал и утром, типа, в 9-10 утра. Вот. Я еще, когда в какой-то момент начала рано вставать, и услышала, что он еще и утром орет, для меня это было таким открытием, потому что я сколько лет живу здесь, я всегда думала, что он только по ночам орет. Но оказалось, что нет. Смотри, встали. Да. Нет, сейчас реально очень опасно на дорогах. Как и просто автомобилистам, так и тем более, блин, пешеходам. Ну, ни в коем случае. Надо сначала остановиться, реально подумать. Я уже 5 раз, конечно, сказала. Уже самой надоело. Все, мы наконец-то дома. Съездили на рынок. Хороший чебурек. Видите, как сидит у меня. Ты про себя? Я? Я, да, я чебурек еще тот. Ну, не палишься ты со своими зубами пластмассовыми. Нормально, так можно жить. Ну, интересно, как тебе будет питаться? Вот я не знаю, как питаться и как зубы чистить. Зубы просто аккуратно по обычному. Я думаю, что не вот так вот, а вот так вот. У тебя все равно между зубов щелей сейчас нет. Чего оттуда вычищать? Ну, чтобы просто так, если можно случайно зацепить, чтобы их не опустить. Вот. Ну, я тоже так, типа, не сильно-то усердно зубы чистила в то время, потому что что там чистить? Это пластмасска. И, по сути, там все равно между зубов ничего не забивается, потому что там просто нету контакта. В общем, мы уже дома. Кстати, я еще вам не показывала. Такой классный свитер у меня из тоже магазина Fills. Он такой длинный, прикольный, уютный. Но, конечно же, очень большой, чтобы прятать свои жиры. Обожаю. Что, мы купили мясо говяжье. В итоге не фарш, а говядину взяли просто. И сегодня мы с вами сделаем фрикадегги. Причем мне нужно было всего 500 грамм мяса, но тот кусок, который нам понравился, там был килограмм. И я сначала хотела, чтобы они его отрезали. А потом подумала, да что такое, ну я теперь суп же буду постоянно готовить. Надо просто взять фрикадельки и заморозить. Мы сделаем много фрикаделек, маленьких, красивеньких, и просто их заморозим. Так я тоже видела, что делают, поэтому и мы так сделаем. Сейчас мы с вами сделаем обзор на покупочки с рынка. А, подождите, подождите. У нас же этот Merry Christmas. Только без вот этой белеводки, а просто пыль горит. Очень с пультом удобно. Конечно, вы все помните, с каким трудом я все это вешала, но выглядит реально симпатично. Ну реально, прям нравится. Прям даже не хочу ее вообще снимать. На это говно я уже даже не обращаю внимания. Думаю, да пошла ты вообще, я ненавижу тебя. Короче, мясо. Сейчас мы с вами достанем мясорубку, которую, мне кажется, я здесь пользовалась один раз, и то не сама, а мама. Моя, когда мы здесь какой-то кукинг снимали. Тут у нас миллиард тонн мандаринов. Немножко клубник. Не знаю, вкусное, нет. Но выглядит так, как будто бы очень вкусное. Мандаринов очень много. Тут еще виноград. Два пакета. Я его просто обожаю. Там у нас картошка, морковка, зеленюшка, лучочек. Это все нам пригодится для супчика. Поэтому далеко я это даже убирать не буду. Шпрякнула куда-нибудь вот сюда. Все равно, потому что, ну, грязное мыть надо. Ну, так же, как и все, в принципе. Так что, какой сейчас план? Я хочу освободить рабочую поверхность, потому что мы сегодня бегали весь день. И, блин, посудомойка как раз, кстати, с грязным уже. Поэтому я все это сейчас туда засуну. Наверное, освобожу холодильник. Потому что суп, который я варила, мы, вот, короче, не доели. Не люблю я, конечно, еду. Быки не думают. Ну, что поделать. Я уже даже боюсь ставить ускоренные записи, что вы там еще обнаружите. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну, мы с вами почти уже приблизились к интересному. Даже не знаю, нужна ли мне такая большая кастрюля? Потому что, получается, мне где-то полтора литра воды всего лишь понадобится по рецепту. А тут самая маленькая 2. Просто я еще, знаете как, я могу-то сделать хоть и 4 литра. У меня столько фарша, я могу столько фрикаделек накрутить. Но мне нужно рассчитать так, чтобы чисто на 2 дня. Потому что мы больше не едим. То есть, грубо говоря, в каждой тарелке по 4-5 фрикаделек. Ну, понятно, зависит от размера. Это на день где-то 10. То есть, грубо говоря, мне надо сделать 20 фрикаделек. Ну, 25, окей. 25-24 фрикадельки, чтобы запасы, мало ли. А 25 фрикаделек, это как раз на полтора литра воды примерно. Если смотреть по рецепту, который я нашла в интернете. Но я к маме обращалась, спрашивала, как она делает. И она там по-другому делает. Поэтому мы тоже будем делать с вами по-другому. Как делает моя мама. Потому что ей доверяю больше, чем какому-то челу из интернета. Нам понадобится маленькая такая сковородка. Возьмем кастрюлю. Не самую большую. Ее потом и мыть удобнее. Без приколдесс. Тут она, к сожалению, мне не рассчитывает. Но у меня есть вот такая штука. Вот. Получается, тут как раз есть 1 литр. Да, только красиво гирлянду вы снимали, смотрели. И тут как раз 1 литр. Да, это же 1 литр, верно? И мы сможем так отмерить. Очень удобно. Блин, что это за рог у меня? В общем, у меня вот такая вот мясорубка. Бренд Borg. Я не знаю, сколько ей лет. Видите, что-то вообще по-другому. Вот здесь внизу провод. Вот. И походу это тоже как соковыжималка какая-то. Я даже не знаю, терку надо посмотреть. У меня тут есть инструкция. Но коробки, конечно, нет. Вот. Но я думаю, что она тоже стоила так нормально. Ну, блин, все. Наташа Кукинг. Сейчас. Сначала я помою все, что от мясорубки. Потому что я не помню, когда я в последний раз вообще ей пользовалась. И, конечно, здесь все мытое 100%. Я бы не стала грязной класть. Тем более, я представляю, что бы там творилось. Плесенью бы все покрылось. Грибком каким-нибудь. Я не знаю. Если бы там были кусочки еды. Но в любом случае, хотя бы так, чисто номинально. С полоснем. Плюс здесь достаточно широкое стоит. Мне кажется, что надо поменьше взять. Они были более такие одной массы, что ли. Когда мы были на рынке, в магазине, меня, конечно, безумно привлекал этот фарш уже готовый. Я на него смотрела и думаю, блин, ну да. Конечно, готовый фарш – это здорово. Потому что… Ну, что? Вот этим не надо заниматься. Просто присел, налепил, уже водичку поставил, картошку закину, этот почистил все. И класс. Ну, а тут надо немножко позаморачиваться. Потом еще это все помыть. Но, по крайней мере, реально я буду знать, что я делаю свежего вкусного мяса. Короче, я правда, знаете, такая стала защитницей проверенного. И это все у меня началось вот как раз тогда, когда я как-то в Москве делала котлеты. Это было еще задолго до того, как я делала куриные котлетки на даче. И я делала тогда вот как раз из говяжьего фарша. По-моему, да, без свиного. Ну, я уже вам сегодня об этом рассказывала. Ну, и вот. И, короче говоря, я их жарила, жарила. Что-то не пойму. Ну, что ж такое? Оно прям воняло, представляете? Прям сухлепом воняло. Нам еще надо помыть мясо, порезать его на кусочки. Конечно, проще, знаете, вот это купить уже вообще готовое. Как это обычно бывает. Но, блин, мне вообще реально. Потому что я такая брезгливая стала. Хотя при этом в ресторанах я кушаю и все норм. Знаете, я один раз даже в Урюке видела. Но я не могу сказать, что это плохо или делать что-то прям такое. Типа, что... Но я видела, как официант, забирая еду типа с барной стойки или куда-то там ее уносили с кухни. Уже там повар, не знаю, кто-то помощники повара. И официант, перед тем, как понести блюдо на стол к клиентам, посетителям, вокруг на тарелке я типа протирала. Ну, не пальцем, конечно, но чем-то, короче, протирала. Чтобы была более красивая, аккуратная подача. Ну, я не знаю, что там. Может, соус какой-то капнул, еще что-то. Я не разглядывала. Просто мы уже выходили, я увидела. И я такая думаю, ну, не знаю, все равно мне это как-то не понравилось. Я не хочу это видеть в том плане, что, знаете, что официант, который может там и деньги взять, или еще что-то, и там, не знаю, в затылок почесать. Даже, по-моему, она была в перчатках, я уж не помню. Ну, короче, все равно мне это как-то так было, типа, блин, что ты трогаешь? Хотя это даже не мое блюдо, но я подумала о том, что мое блюдо, наверное, тоже так руки засовывались. И мне это что-то как-то вообще не входило. Возьмем нашу модную доску для как раз таких моментов, в обычной повседневной жизни мы используем вот эти. Ну, потому что они гибкие, их легко помыть, закинуть в посудомойку. Но это тоже можно закинуть в посудомойку. Но просто, не знаю, все равно она более такая, знаете, если в посудомойке мало места, то для нее нужно выделить про место, вот отдельно этот. А гибкую сверну туда-сюда, к ней еще что-то поставим. Вообще норм. Так, ладно, моем наше мясо. Оно еще с жирком, не знаю, что с ним делать, не люблю жирки вот эти все. Вот такой у нас кусок. Еще вот эту кольцу надо снять, прям как купеченку, кошмар. Я решила сделать только из говядины, без свинины. Вот, я думаю, что так тоже будет вкусно и классно. Я не могу ждать до конца месяца. Мне подарок? Ну да, у тебя день рождения. Да, ты что? Это подстроено? Не знаю. Так, здесь что-то тяжелое. Дай, дурак. Что? А ты на бой! Джеально? Да. Я его немножко открыл, да. Ты посмотришь, сейчас увидишь, чтобы наклеить тебе стекло. Это за супчик? За фрикадельки будущие. Да. Ой, не боюсь. Клай. Ну ты жопа. Клайцы. Клайцы. Ну мы же смотрели в магазине. Их не было. Как ты купил? Там они дешевле, чем в видео или где-то там еще. Сколько стоило? Обычно не спрашивают, сколько подарок стоит, но... Ну нормально стоило. Но дешевле, чем в видео там всякие. Эльдораду. С пленочкой или? С пленочкой, конечно. Ммм. 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 Ну какие фрикадельки мне теперь. Я как велосипедом буду сейчас. Ха-ха-ха. Авторизованный айпон. Такой гончоный. Ха-ха-ха-ха. Ну, он мне кажется потяжелее и побольше, чем в твоих ставках. Надо снять, проверить. Блин, мой такой покоцанный вообще. Посмотри, он выше. Нам реально надо сделать обзор как он высоко. Он выше. У меня 12-й Pro Max. Ну там не видно, конечно, будет. Мы же не высоко. Ну, все равно видно, что отличается. Вот пленой и он прям выше. Причем... Да, нормально так. Но мой, конечно, весь покорябаный. Такой, блин, здорово, да. И он тяжелее должен быть. Да, тяжелее, капец. Реально. А еще в цветах отличается. Ну, да. Это более темный. Видно на камере? Да, отлично видно. Круто! А-а-а-а! А-а-а-а-а! Ну тогда не можешь просто раскошелиться, конечно, на свою любимку. Конечно. Здорово! Алло! Да, все нормально Суп с прикадерик готовлю Да? А, да, все нормально Суп с прикадерик делаю Сейчас, подожди, у меня третья линия Алло? Да Да, будем сегодня суп с прикадерик Он когда немножко решил порадоваться И попутаться Блин Спасибо, Зай И может теперь еще геморройцы переносить все Да Но это ничего Это все Это все фигня Блин, ну класс Но я пока не буду им играться Потому что я пока фрикадельки делаю Мне все-таки пожарят тоже охот сегодня Я тоже хочу Ой, миленький На один терабайт, Зай Знаешь, что, кстати, мы с тобой потом Когда из магазина ушли Когда я еще говорила, что мне терабайт не нужен Я когда монтировала видео, потом подумала Блин, там же качество фото-видео выше Качество Видео-фото выше А значит, будет Памяти занимает больше Будут больше памяти занимать, да Я потом еще подумала, что, типа, блин С другой стороны, чего там разница была Ну там разница нормальная была Но с другой стороны, все-таки Когда ты платишь и так бы хрена Почему бы чуть-чуть еще не переплатить Чтобы, по сути, еще столько же памяти у тебя было Ну и там 500, да? Памяти много не бывает вот так Ну ты даешь, да Сливка Моя любимая сливка Порадовались? И давайте вернемся к реальной жизни Наше мясо Вот эти все шкурки-шмурки Мне нафиг Вообще-то не нужны Я это все дело не люблю Ну я уверена, что без этой шкурки жирной Ну посмотрите, это прям точно Вот прям просто жир-жир Или как это? Даже не жир какие-то Короче, трес какой-то Сухожилия вонючая Ну точно уж без этого будет более мягче Хотя кто-то не согласится Кто-то любит с жирком Ту же свинину, шашлык Я не могу, я не люблю Снимать это все, конечно, тяжело Тут даже сложнее, чем с печенкой Это прям отрезать надо Ну что поделать Нужно как на кубики шашлычные поделить И постараться так Чтобы более тонко снять ненужный нам слой Кто-то посмотрит, скажет Юля! Ну я не знаю кто Ну кто-то Это же самое вкусное Но я не хочу вот это самое вкусное Даже если мне приходится пожертвовать Какими-то граммами, не знаю, мяса Я реально не хочу вот это Я хочу нежнейшие фрикадельки Тем более, если бы я хотела Давиться чем-то не особо вкусным Я бы купила готовый фарш Правильно? Правильно Мне хочется знать, что я ем Хотя, конечно, это не во всем у меня проявляется Те же рестораны, фастфуд Откуда я знаю, что они там кладут? Чем они меня кормят? Ну, хотя бы то, в чем я могу на это повлиять Я должна положить усилия И разгадать эту загадку Ну, собственно говоря, все Сделаю я такой вывод На даче у меня мясорубка мощнее, чем эта Но эта и у старших Вы смотрите Тут прям вот из-за этих все-таки тонких каких-то жирков Оно прям завязалось на узелок Прямо Прямо вообще Ну, сейчас я, конечно, это оттадру как-то Посмотрите Это не с головы волос Это именно вот эта вот Жировая прослойка Типа, я не знаю, как это правильно называется Просто фреш Вот, блин, я так много снимаю, что у меня камера садится Другой аккумулятор стоит на зарядке Он еще не зарядился Что же делать? Куда же бежать? Так, вода до кипения Картошка Пару-тройку штук Морковь с лучком Потру и на сковородку И на подсолнечном масле обжарю В конце можно кусочек стимичного добавить В любом... Короче, пока у меня заряжается другой аккумулятор Я пока все ингредиенты подготовлю А потом к вам вернусь Так, ребята, я сделала небольшой перерыв Чтобы поменять аккумулятор И хочу вам показать, как у нас теперь в спальне Как только появится фокус В общем, я все повесила вот так от двери Потом там зацепила за штору Вот так, там за штору И спускается вниз Так что, на самом деле, это супер уютно Особенно, когда в коридоре нет света Ну, а на кухне вы знаете, как у нас тут все выглядит Короче, что сказать Я подготовила Мама так написала пару-тройку, типа, картошек Я взяла четыре Даже не знаю Мне кажется, что, наверное, это мало Но, с другой стороны, я думаю У нас еще будут маленькие мини-прикадельки Я надеюсь, у меня получится маленький Я хочу сделать маленький Пусть лучше будет маленький, но много Морковочка будет Лучочек будет Что у нас там еще будет? Короче, сюда мы сейчас добавим яйцо Единственное, что не знаю Одно, два Все-таки Тут не 500 грамм фарша, а побольше В общем, хрен его знает Сейчас будем думать Ну и понятно, все это замешивать Надо формочки делать Но я сейчас посмотрю, может мы сначала воду поставим И картошку закинем Одно яйцо я сюда закинула Сейчас мы это помешаем Посмотрим, что получается Но сначала давайте По кастрюлю водой Блин, все-таки порежем туда Картошку Потому что пока закипит Хотя у меня тут быстро все закипает Но все равно нам еще этого ждать Не знаю, если честно, как картошку резать Но я думаю, на какие-нибудь кубики не толстые Хотя я не знаю, правильное дело Слушайте, а вдруг их надо маленькими Ой, я не знаю Ну, короче, приготовим А там уже видно будет В любом случае Мне же надо, чтобы картошка скорее сварилась И таким образом она точно скорее сварится Да и просто я представляю в суп Ну а куда мне больше в суп? Как раз размерчик то, что надо Еще по поводу сразу комментариев Что кто-то будет осуждать меня Что я делаю что-то неправильно Ребят, ну да Я могу делать что-то неправильно Я пока не знаю, может, как правильно Может, я что-то еще пока не умею делать как правильно Потом научусь Либо вы посоветуете в комментариях Свои лайфхаки В этом же есть смысл жизни Учиться Я же не могу сразу все уметь Как Кэндл Дженнер Который не умеет резать огурец Что мне сразу? Что мне теперь сделать? Ну это, конечно, мое любимое Я же не знаю, завидую я ей И для меня это пугает Что человек не умеет резать огурец Ну да ладно Все, у нас получились супер милые классные кубики В не таком уж большом количестве Но выглядит так, как будто мало Но с другой стороны У нас же не картофельное пюре какое-то Должно быть всего Ну Типа немного Всего по чуть-чуть Бульончик, все Должно быть, мне кажется, так Один Надеюсь, мы не ошибаемся В этом, ребята Ну выглядит нормально Выглядит так, что Ну а куда еще больше Ну, хрень не знаю Ставим воду Сразу туда картошку шмятным Если что, делитесь своими рецептами в комментариях Как вы делаете Вот Надо было, наверное, сначала картошку Чтобы все вот это не брызгалось Ну да ладно Должно оно свариться достаточно быстро Потому что картошка-то небольшая Теперь займемся вот этим любопытным делом А конкретно будем мешать фарш Я добавила пока одно яйцо Но все-таки я думаю, что надо еще Уже сняла свое колечко Брулечко О, фарш очень легко мешается Хотя, блин, представляете Как же тяжело было с ним, ну, прокручивать его Это был просто какой-то ужас Вообще легко мешается Я не знаю, я делаю на глаз Вообще просто такой принцип Что получится, то и поедим Перчик Добавляем перебарщик Еще сольки Все, хорош Так, мне нужно вот это масло Сейчас оно нужно Я еще не до конца помешала Но пока я возьму терку На ней я потру морковку Не знаю, оно такое должно быть Странно Может, все-таки взять другую терку Ее тоже потом 300 лет мыть Тогда мы сначала лук сделаем тут Я вообще не планировала так И немного порезать Вот так тоже ничего Шинкуем, лучок получается Хотя, мне кажется, это не обязательно Можно было просто порезать Но получится у нас вот такими Типа концами Такими-то странными Я думаю, много-то уж тоже не надо, да? Ну, короче, мы это сейчас будем обжаривать Я не знаю Получаются кольца Но нам такое не надо было Из интересного У нас здесь пенка, которую нужно снимать Блин, сейчас плакать буду Ох Кошмар Пенку обязательно снимаем Когда я куриный супчик взяла Там тоже надо пенку снимать Ну, конечно, вы уже все это все знаете Как хозяева Нам нужно не отставать Интересно, этот суп, наверное, быстрее готовится? Я смотрю, он уже закипать начинает Ну да Здесь у нас на маленькой сковородке Сейчас будет обжариваться Лук с морковкой Возможно, тут оно все в большом количестве Но я потом подумаю, что высыпать А что не высыпать Надо было мне сначала подготовить все-таки приколельки И формируем срочно из них приколельки И начинаем их туда закидывать И еще пенку, блин, снять надо опять Ну, примерно как с котлетками Формируем маленькие штучки Только маленькие Надо постараться Но они же еще убавятся, наверное Не будут такими, это самое Так, вот бы мне еще кто-то открыл рецепт Потом у меня опять руки в фарш Это ж мне надо успеть 20 фрикадетки намотать Пока только 6 И не идеальнее Короче, какие-то у меня большие Какие-то маленькие Черт что! 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 Просто хочется, чтобы они были маленькие Аккуратненькие А в итоге они у меня все равно большие Ну, блин Это ювелирная работа Когда торопишься Тяжело вот это вот Отбирать Не отбирать Что там, я забыла 17, 18 25 Я продолжу делать Эти самые Пикадетки Для заморозки, так сказать Да Когда такое Не успеваешь за красотой на кухне следить Да Морковка с луком у меня, конечно, так себе выглядит Не очень-то легко Ну, и лук, я думаю, зря там у меня этими колечками Но это была незапланированная акция Фрикадельки выглядят как фрикадельки Надо пенку снимать Я хочу сюда еще зелень добавить Да, фрикадельки что-то я дофига сделала Так, зелень точно хочу, но я не знаю Так, все определило Уже даже не знаю, что там по рецепту Я просто уже делаю что-то интуитивно С этим у нас тут вообще треш Я, быть честной, все-таки это тоже Зарезла Теперь на медленном огне все это будем готовить Так, я долепила оставшийся фарш Сделала фрикадельки Ну, короче, они в морозилке Я их вам попозже покажу У меня сейчас есть 6 минут Сейчас у меня на медленном огне все это дело продолжает вариться Выглядит на аромат воду Выглядит тоже, в принципе, ничего Но, в любом случае, мы это с вами сегодня прорегустируем А я пока буду здесь все мыть Потому что посудомойка еще не закончила Зараза такая стирать А я хочу сесть, кушать этот суп в чистоте и порядке И мне придется сейчас здесь все мыть Опять быть во всем этом, но что поделать Посудомойка закончила заразой стирать Не могла себе раньше это сделать Но аромат приятный Так, переживаю, сколько этого хлеба уже? Да не, ничего, слава богу Вот такая жижа у нас получилась Сейчас мы возьмем половник Что у нас тут землю Мне кажется, даже много фрикаделек Не знаю, наверное, я пенки мало сняла А хотя это, наверное, от мяса уж Так Ну, воды как будто мало Надо было больше воды Блин, по цвету не пойму Неужели я как-то что-то плохо сделала Такой горячий кошмар Получается, тарелка выглядит вот так Я не знаю, хорошо это нет Наверное, вода должна быть более прозрачная А чего мне еще в тарелке не хватает? Ну, я думаю, интересно, картошка-то готова Ну, наверное Хрен ее знает Паломник тут оставим Короче, я делала по рецепту мамы Но я добавила туда еще зелень А мама мне ничего про зелень не писала Либо она не писала, потому что я был с собой Записала, что я буду добавлять зелень То все, пятое-десятое Солим черный хлеб Блин, ну я надеюсь, что получилось Потому что, честно, я устала Стоять, это все делать Потому что, ой, что-то много соленцев Эй, ладно Заболталась Устала, то разбери, блин Достань, помой эту мясорубку То еще что-то, конечно, без мясорубки С готовым фаршем было бы легче Ну и быстрее Короче, мне не терпится узнать Ну, будет бульончик таким наваристым Блин, горячо капец Логично Я что-то приготовила Ужно Только не пойму, почему он такой темный Из-за фарша Потому что видно, что плавают кусочки мяса Типа частички Ммм Не думаю Да я шеф-повар, блин Блин, у нас, конечно, пока прогрузится Наконец-то Короче, тут бульон вообще практически прозрачный А у меня темный Может, тут фрикадельки были, типа, замороженные Просто мои такие были только-только Слепленные Может, поэтому Не знаю Просто в интернете я смотрю Фотку супа с фрикадельками И там он вообще как будто прозрачный Как куриный И фрикадельки плавают Может, они там фрикадельки Были замороженные И поэтому они не расщеплялись На какие-то молекулы Просто я смотрю, что плавают именно Ну, короче, молекулы Ну, как это называется Я не знаю Ну, как молекулы от фарша Вот Ну, фарш я сама делала И лепила Старалась очень быстро это сделать Потому что я что-то Опоздала с тем, чтобы их налепить Короче, какая разница какого цвета Главное, что вкусно Тем более, что я понимаю Вот этот цвет Он именно из-за Ну, фарша Как мне кажется Потому что, ну, от чего еще То есть, он изменил цвет Сам бульон Именно тогда, когда я начала туда Кидать фрикадельки свои И зелень не лишняя То, что я добавила Она прям добавляет Такую ароматику тоже Ну, все как-то прям вкусно Блин, да что ж такое Ну, либо это опять Очень легкий суп Который тяжело испортит Ну, наверное И картошечка супер приготовилась Классные кусочки То, что надо Но фрикадельки все равно большие Их прям хочется И нужно разделить Еще наполовинки Напополамки И тогда вообще Получается супер С картошечкой С бульончиком С зеленюшечкой С морковочкой С лучечком С бульончиком И хлебушком И класс Скоро 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 Короче Мама считает, что я пенку плохо снимала Когда бросала Фрикадельки Но мне было не до этого Потому что мне надо было скорее их налепить И в этот момент я просрала Этот момент, когда надо было снимать вот эту вот пенку Типа молекулы То, что Да, я это видела, кстати То, что я закидываю фрикадельку Ну, фрикадельку Закидываю на шпаж Кружочек И он прям сразу покрывается Как будто, знаете, пузырьками И, видимо, ну, какой-то слой верный сбрасывает И это все поднимается Это надо снять Короче, этот момент я упустила И так Ну что ж Все Мы поели Здесь все убрано Красота Чистота Суп здесь остывает Блин, все равно как-будто мало воды Посмотрите, сколько фрикадельок я надела Ну, кстати Норм Но воды как-будто мало Эх В следующий раз надо больше делать Смотри, не полтора А больше Так А теперь смотрим на фрикадельки Которые я сделала Вот они Видите, как здорово А, уже затвердело Класс На самом деле, конечно, когда уже готовые фрикадельки Даже, ну, вот, закрученные, да Вот эти кружочки Намного быстрее процесс идет Потому что на это у меня, конечно, много времени ушло Зато свое Такая вот тут уютная атмосферка Здесь тоже, но мы выключаем, понятное дело, все гирлянды, когда уезжаем Потому что мало ли чего В общем, все, ребят Я на этом с вами прощаюсь Сегодня был достаточно долгий, длинный день Но зато продуктивный, классный Я горжусь собой Рада уже все У меня макияж весь смысл Я уже похожа на такую уставшую собачурку И сейчас всего лишь 8 часов вечера Так что спасибо большое, что смотрели этот влог Надеюсь, что он вам понравился Если так, то ставьте пальцы вверх Подписывайтесь на мой канал На мой телеграм-канал Тоже подписывайтесь Всех люблю, целую, обнимаю Будьте счастливы, здоровы И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!